Здравствуйте, мои дорогие! Всех приветствую на своих каналах. Продолжаем работать с текстами пророчеств, и параллельно я буду обличать лжепророков. Итак, сегодня это канал Александры Ланс. Не так много подписчиков, 550 человек. Но, тем не менее, это люди, которые на сегодняшний момент, благодаря Александре, имеют извращенные меры восприятия. Каждый проповедник отвечает за своих учеников, за каждую душу, которая получает информацию. Дорогая Александра, я рекомендую вам стереть ваши видеоматериалы. Я не знаю, куда вы торопитесь. Я так думаю, что пытаетесь доказать, что по плодам их узнаете. И на сегодняшний момент нашлёпали 500 видеороликов. Дорогая моя, я думаю, что когда вы осознаете то, что вы идёте в неправильном направлении, то вы со стыда сгорите перед своими учениками. Потому что столь грубую ошибку непозволительно допускать. Даже в канонах православия, которые имеют определённые искажения, Господь Бог Вседержитель и Иисус Христос – это отдельные личности. Вы же, проповедуя в каждом своём видеоматериале, говорите о том, что Иисус Христос является нашим Творцом, Создателем, Господом Богом Саваофом. Более грубой ошибке сложно допустить. Дорогая Александра, я думала, что вас вразумят мои два комментария и цитаты из текстов. Но вы свои знания выложили под данным видеоматериалом, и я хочу зачитать то сообщение, которое вы оставили для меня. Я очень прошу подписчиков канала Александры Ланс отписаться от этого канала, поскольку человек, который не разбирается в элементарном, не может дать знаний. Итак, давайте, наверное, начнём с моих комментариев. Да коли вы, род неверный, будете Иисуса Богом называть, Сына Отцом. Сотрёшь ведь все ролики от стыда своего, придёт время. И дальше привожу в качестве доказательства цитату из 1-го послания Тимофея, главы 2-й, 5-й, 6-й стих. «Един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос и Иисус, предавший себя для искупления». В цитате чётко дана конкретика, что есть единый Бог и есть единый посредник между Богом и людьми – это человек Иисус Христос. Что мне отвечает Александра? «Иисус Христос является Богом, Творцом, Сафаофом». Здесь в слове «допущенная ошибка». Если вам как-то претит моё исповедание веры, то ваше право. Однако исповедую Иисуса Богом и на том стою. Никто не спорит с тем, что Иисус имеет божественную природу и является Бога-человеком. Но преподносить Иисуса Богом, Творцом – это уже слишком. Есть ещё одна цитата, которую я и оставила. Это «Святое благовествование» от Матвея, глава 7, стих 21 по 24. На своём канале я неоднократно зачитывала этот текст. Итак, слушай. «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдёт в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов исконяли, не Твоим ли именем многие чудеса творили. И тогда объявлю им «Я никогда не знал вас, отойдите от Меня, делающий беззаконие». Сам Иисус Христос даёт конкретику того, что Он является Сыном, Сыном Своего Отца Небесного. И это две разные личности. И эта тенденция прослеживается во всех текстах Евангелия. И сейчас я вам зачитаю цитаты из Евангелия от Иоанна. Очень хорошие тексты для тех, кто до сих пор не убедился. Я думаю, что они дадут вам определённую конкретику. Итак, это слова самого Иисуса. Евангелие от Матвея, глава 16, стих 27. «Ибо сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и веровали, что я ишёл от Бога. Я ишёл от Отца и пришёл в мир, и опять оставляю мир и иду к Отцу». Итак, Иисус исшёл от кого? От Бога, исшёл от Отца и опять идёт к Отцу. Смотрим на следующую цитату. Это у нас 17 глава. 17 глава, 3 стих. Итак, Иисус Христос, Сын Божий, является посланником истинного Бога. И Он пришёл от Него. И в предыдущем видеоматериале я вам зачитала цитату, где Он называет Отца Господом неба и земли, что доказывает то, что Личность Иисуса, Сына Божьего, не является Личностью Бога Творца Вседержителя. И Иисус не причастен к сотворению мира. На этом всё. Всего вам доброго. До следующих встреч. Александру прошу удалить искажённые видеоматериалы и извиниться перед подписчиками. Всего вам доброго. До следующих встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова